Мы продолжаем с помощью Всевышнего комментарий к недельным главным Торам, основанным на каком-то отрывке Раши. И сегодня я хочу, без раташем, сделать начало газину и несколько стихов перевести с Раши. Урок посвящается. Рифо шлемо лиса хаби хулиниш, рахатаса бата губа вихол исраэль. Ну, вы знаете, конечно, что есть в Торе что-то, что можно характеризовать как проза, а что-то как скорее поэмы, стихи. В принципе, все мы называем стихами. В Торе нету как таковой прозы полной, но тем не менее есть разница в стиле песни Гаазину, например, или того же пророка Ишияху, который весь почти, кроме небольших отрывков про историю. Есть в Ишияху небольшие отрывки, которые исторические, они похожи больше на книгу Млахим. Но большинство Ишияху это именно стихи. Например, начало Ишияху очень похоже на начало Гаазину. Слушай, земля, и прислушивайся. Прислушивайся с небеса и слушай земля. Шему шамаем в Гаазине, а эрецки пи Гашем дибер. Это не стихи в смысле рифмы, в Торе практически такого нет. Но это стихи, без сомнения, это явно не проза. И также тегелим, можно сказать, в основном это именно в стиле стихов. Есть большие различия, это сразу чувствуется, трудно даже точно объяснить, как вы на самом деле, если не говорите о рифме, если говорить про белые стихи, как вообще их отличить от прозы. Но что-то такое в стиле, да, сразу мы чувствуем. Вот это стих, а это проза. Причем не везде это написано, как песни. Есть места, где именно написана песня, Гаазину одно из таких мест, что именно написано по-другому в тексте Торы. Это сразу видно, когда поднимают Тору после чтения, о, шкина, азиму, сифардим, до чтения. Если поднимают на отрывке Гаазину, то это сразу видно. Ага, здесь песня написана. Потому что это в два столбика, да, и определенный есть еще ритм здесь, видите, обычно по три стиха, как правило, по три слова, извиняюсь, как правило, в каждом столбике в стихе, да, или иногда четыре, но они как бы соединены. Вот смотрите, например, Гаазину га шама им ва адабейра ватишма га арец им рифи. Им рифи, они через дефис пишутся, через мапик это называется. Макав, извиняюсь, макав. Мапик это другой, мапик это точка внутри буквы. В хей, например, да, в определенных буквах. Не да ге а шама пик, а макав это вот когда соединяются два слова в одно. Поэтому им рифи можно считать почти как одно слово. Слова ма и хуст, да, им рей фи, им рей чего да фи. Это как бы как одно слово, тогда получается всего три и три. Гаазину га шама им ва адабейра витишма га арец им рифи. Ну и потом, видите, как бы есть определенный ритм. Знаете, как вот ям б харей, я не знаю, вот что. Ударения идут, как бы, каждый столько-то сюда. Гаазину га шама им ва адабейра витишма га арец им рифи. Ярох каматар ликхи тизаль каталь им рати. Кисирим алей деше вихревивим алей эсев. Ки шем га шем экра. Ну вот здесь четыре, правда, слова, но, опять же, ки шем, как бы, почти вместе. Это такие короткие слова. Ки шем га шем экра. Хаву го де ле лу кейну. По-моему, очевидно, что вот эти вот отрывки, они именно работают как явные стихи. И, как я сказал, написано в Торе в данном случае, как стихи. А посему, раз это стихи, то и понимать их гораздо сложнее. Опять же, сразу видно по комментариям Раши. Если вы посмотрите на комментарии Раши, в местах, где стихи, обычно они гораздо длиннее, чем в прозе. Вот, поэтому не будем переводить много. Здесь только переведем вот эти первые четыре стиха, которые я сейчас прочел. Давайте сначала их переведем, потом перепрочтем Раши к этим стихам. Прислушайтесь небеса, и я буду говорить, и пусть услышит земля слова моих уст. Я оров, каматар, лекхи. Очень трудно перевести, но матар, понятно, это дождь. Я оров, наверное, пусть пускается, да, это, видимо, одно из слов, связанных с тем, как падает дождь, да, пусть льет, как дождь, мое учение, лекхи, наверное, как лекахтов на тать и лахэм, да, например, в Мишлей, что и мое учение пусть спускается, как матар, как дождь, тизаль, пусть идет, как таль и мрати, мои слова, да, очень много параллелизма, это еще одна характеристика стихов, что похожие выражения, да, параллельные, то есть, говорится сначала, пусть спускается, как дождь, мое учение, пусть идет, как роса, мои слова идут. И потом еще тоже, видимо, два типа дождей, кисейрим, алейдеша, как кисейрим, какие-то виды дождя, например, моросящего, я не знаю, разные виды дождя, у евреев вообще очень много было слов для дождя, для дождя. Вы знаете, у Чучин, например, много разных слов для снега, я так слышал, или, может быть, прилагательных, охарактеризующих снег, да, в зависимости от того, что важно, у них, у наших фредков был очень важен дождь, очень много зависело от дождя, и разные виды дождя, люди знали, это хорошо для травы, это хорошо для деревьев, это хорошо для бород, как говорится, то есть, цистерн, где они сохраняли потом воду все лето, летом уже не было дождя. В общем, разные виды дождя имели разные свойства. Ливень, там по-русски тоже есть несколько слов, да, ливень, в общем, кисейрим алейдеша, как спускается сейрим на траву, вехеревевим алейэсэв, и как ревевим, это тоже тип дождя на эсэв, эсэв и дэш, это разные виды травы, видимо, да, тоже синонимы. Вот, я, кстати, когда-то слышал от одного человека, с которым мы вместе работали, что он говорит, что в переводе на русский Моссадаров Кук, они неправильно перевели, кисейрим, сказали, что как козлы, что это не козлы вовсе, а это дожди. Так вот, я потом позже уже получил доступ, знаете, тогда еще только интернет начинался, и ничего, не все, чтобы проверить, когда тебе что-то рассказывают, нужно было специально куда-то идти, там, в библиотеку или куда-то, где есть данное издание, и проверять. Сейчас все такое, так стало просто, Баруха Шем, что сидя прямо дома, можно за несколько минут, или даже за минуту, узнать все и проверить. И оказывается, что почти все, что мы слышим, это вранье, так мы узнаем постепенно о том, сколько мы узнаем неправильной информации в течение жизни. Не то, что интернет, это всегда решение проблем, потому что на интернете тоже куча ложной информации, но в данном случае это объективный факт, возьми, открой издание, его, кстати, поместили на сайте Тольдот, издание перевода Библии Моссада Равкук, и там переводится правильно, никаких там нету козлов, я не знаю, откуда он такое взял и где он такое слышал, может быть, какое-то другое издание он где-то видел неправильное, но не в самом деле Моссада Равкук издание, получается, что это был свой тип Моци Шемра на издание Моссада Равкук, оно совершенно правильно переводит. Вообще, это издание, оно имеет очень большие преимущества тоже, ну, зависит от того, как вы хотите вообще переводить Библию, Библию невозможно же адекватно переводить, и вопрос, когда вы переводите, что вы больше хотите, и поэтому столько переводов и есть, что вы хотите добиться этим переводом, да, более дословно, более, да, используемое, одно из решений, всегда переводить как Раши, как Шито Раши, один из вариантов, это не единственный вариант, это просто вот тогда, да, у Рава, Ари Каплана, например, свой перевод, есть сотни тысячи переводов, и люди над этим постоянно бьются, и снова и снова выходят новые переводы, но в этом случае про козлов здесь ничего нету, конечно, я не знаю, была ли когда-то интерпретация, что как-то связано с козлами, теоретически, да, все можно, да, я вам не скажу за все Одессу, нужно действительно изучать тогда всех Ришуним и других комментаторов, что вдруг кто-то действительно считал какой-то здесь, какая-то аналогия с козлами, я не знаю, но, в всяком случае, я такого не встречал, я, правда, и не очень это искал, но это точно не Мосса Даровку, в всяком случае, в данном издании, которое я видел, там ничего не было такого, это все виды дождя, и так, Гра, в своих комментариях, Вадаре Талиаху, говорит, что здесь три типа дождя и рассад, то есть, фактически, четыре типа осадков, да, описываются, Матар, Таль, Ресейрим и Ревивим, Кишем Гашем Экра, когда я вызову имя Всевышнего, Хаву Годель Лелокейну, Дайте величие нашему Богу, вот здесь начинается длинный раши, значит, Хаазину Ашамаем, говорит, раши, Шааниматре Багемби Исрэль, я, говорит, предупреждаю еврейский народ, Я, говорит, так сказал, что будет вывозь свидетелями, в смысле, еще до этого в клаве Ницави мы читали, что Муше взял в свидетели небо и землю, Ветишмаарец, и так же, да, объясняется, Кентишмаарец, что земля тоже свидетель, земля и небеса, два свидетеля, Веламагид Багемшама и Марец, почему именно небеса и землю взял в свидетели Муше, Амар Муше, анибасар Вадам, сказал Муше, я просто плоть и кровь, я человек, Лимахар анимет, завтра я умру, им я умру, Исраэль, лок и балну, алейну, Хабрит, ми, ба, умакхишам, если потом евреи скажут, Мы не принимали этот союз, кто теперь будет с ними спорить? Лифиха гейдба гем шамаем варис, поэтому взял свидетелей небо и землю, которые никуда не денутся, и димши гем каемим леолам, Свидетели, которые всегда будут. Виод, еще, шим, яскуя, вова, аидим, вейт, ну, с хорам, Потому что, на самом деле, от земли, от небес зависит урожай, да, И, говорит, что если заслужат, то свидетели дадут им награду. Хагефин титен пирья, да, виноградник будет давать свой фрукт, Вярасти тенет явула, земля будет давать свои растения, Вя шамаем, вейт, ну, таламы, небеса дадут свою росу. Виим и тхая ву, а если евреи будут, наоборот, виноваты, Тие ба гем яд айдим тхила, тогда, наоборот, Как говорит Тора, что яд айдим и еба решена для метод, да, Что грешника убивают свидетели первыми, да, Если, например, видели, как он идолам поклонялся, Они первыми кидают первые камни. Так же и здесь, что наказание будет от самих же свидетелей. То есть, вя цар это шамамилу, я матар, вига адамалатит, Это во второй части шамам, вига адам шаму отрывки, Что не будет тогда дождя и не будет тогда урожая. Вя хаках, ва вата мегира, Тогда вы будете уничтожены земли. Али дэй ха умод, через гоев, которые завоюют вас. Это свидетельство, что я говорю Тору, Которую я дал евреям, Что это жизнь для мира. Так же, как этот дождь дает жизнь миру. Что Тора, она сравнивается с дождем, который дает жизнь. Все живое, да, все на земле растет из-за дождя. Когда спускается дождь с небес и роса. Слово яаров, в России, объясняет, Лошон ятив, да, что спускается, да, как бы дает капать. Викен яарфуталь, да, что есть выражение такое же в следующей главе, По отношению к росе. Здесь к дождю, а там к росе. Яаров, яарфуталь, шамай мирфуталь. Или яарфун дэшен, есть такое выражение из тегелим, да, Да, дает что-то жирное дословно, да, дэшен, что-то, что дает хорошие, видимо, продукты, да, земли, опять же, урожай. Он говорит, что таль, да, роса, все радуются, когда есть роса. Почему? Потому что лефиша аматар ешбу ацавим лебриот. Так что в отношении матар, то есть дождя, они все всегда рады. Да, вы всегда рады, когда идет дождь. Да нет, конечно. Бывает, что дождь это плохо для кого-то, во всяком случае. Кегон алхей драхин, например, людям, которым нужно в путь идти, да, или уже идут в пути, и тут дождь вдруг начался. У Миши хая буро малаяй, у человека, например, наполнил он вином свою яму, они так вот выжимали у них прямо на земле, да, была вырыта яма, через которую заливалось, да, выжатое вино из винограда. А тут вдруг пошел дождь и залил эту яму, да, вино все перемешал с водой. В общем, бывает, что дождь это плохо, а Раса говорит всегда хорошо. Ки Си Рим. Видите, он Раши объясняет, похоже, что это... Само слово Си Рим не связано дождем напрямую, как Гра считал, а что связано с ветром, который приносит дождь, видимо, да. Лышон руах Сара, что Си Рим через Сын, это как Саара через Самых. Иногда, действительно, эти две буквы, они говорят в английском interchangeable до известной степени, то есть Самых и Сын, они звучат одинаково сейчас, во всяком случае. Когда-то, может, была разница в их произношении. Во всяком случае, руах Сара, это, видимо, сильный ветер, ураганный ветер. А здесь имеется в виду, китаргумо, перевод, говорит, кирухи-митра, как ветер с дождем, матар, да, метра. Так же, как эти ветры с дождем, видимо, да, дают силу растущей траве, делают, чтобы росла трава. А в девре Тора Мегадлим Эт Лом Дейхем, так же и Тора выращивает тех, кто изучает ее. Ух и Ревивим Типей Матар, да, опять же, Ревивим, это еще один вид дождя, капли дождя. Венерали, Альшем Шо Йореки Хэс, говорит, почему называется Ревивим, что они сильные, как стрелы падают, ровные, видимо, да, сильный дождь. Некра Ревив, что говорит, стрела называется Ревив, значит, Ревивим, это дождь с стрелами. Кема да атома, рове кешет, например, рове кешет, да, по отношению, рове кешет, это было про Ишмаэля, что он станет стрелком из лука. Значит, Ревивим, это слово рове. Дэше, вот это какое-то французское здесь слово, арбарит, не знаю. Видимо, разные виды есть, опять же, того, что растет на земле, разных видов зелени. Он говорит, атифат хаарес михуса бьерек, когда земля покрыта вся зеленью, да, овощами, травой зеленой, которая съедобна. И эсов, это келахэхад, каруэсов. Он хочет рассказать разницу, видимо, между дэшей и эсов, это его беспокоит. Что именно, да, кирививим алей дэше, кисирим алей дэше, кирививим алей эсов, да, в чем разница между дэшей и эсов. Разница в том, что одно из них, это, видимо, когда оно пучками, да, келахэха, то есть один, так сказать, стебель, это эсов. А также, говорит, и коль минумин ля цмок, руэсов, каждый вид этой зелени, да, этой травы тоже называется эсов. То есть не говорится эсовим, да, слово эсов, кажется, единственное число, но это включает, это общее слово, да, что трава, как по-русски мы говорим, не нужно говорить травинки, трава. Имеется в виду, что много травы одинаковой тоже, видимо, так, наверное, он хочет сказать. Ки шэм а шэм экра, когда я вызову имя Всевышнего. Харэ ки, мишамеш балашон ка а шэр, да, слово ки вообще может по-разному иметь разное значение, а хаза говорит, что их у них четыре, как минимум, этих значения. Так вот здесь это как ка а шэр, когда, когда я вызову Всевышнего. Ки ма ки таво эля арец, например, гадагаитора, когда вы придете на землю. Ки шэй кра, вя скир шэм а шэм, когда я вызову именем Всевышнего. А тем хаву го дель лу кейну. У барху шэмо. Вы тогда обысляете Всевышнего. Мика нам рушу, они барху шэм код муху толи, да, что из этого учит Талмуд, что в Бейт Микдаше они не о мен отвечали, как мы отвечаем на броху, а они говорили барху шэм код муху толи, а лам ваэд, что этим, так сказать, восхваляли Всевышнего. На каждую броху, как бы говорили своего рода, на каждую броху они отвечали барху шэм код муху толи, а лам ваэд, восхваливали Всевышнего. На каждую броху в Бейт Микдаше, то есть хаву го дель лу кейну. Еще хазар учат в другом месте в броху, от этого раша здесь не приводит, что отсюда, что нужно благословлять на изучение Торы. И, кстати, отсюда некоторые шо не учат, что это мамыш из Торы, это брохо, ведь наши брохи, они все драбоном, но брохо после еды хлеба, когда насытился, она из Торы. Некоторые говорят, что и мезунот, если тоже, а ламихия, если наелся, тоже может быть из Торы. А вот брохо перед изучением Торы, по мнению Рамбана и некоторых других, тоже это закон Торы ее говорит, что Тора требует, чтобы мы благословили Всевышнего, когда изучаем Тору. И учатся это вот из этой, ну, как подсказки своего рода, кишем, ашем икра, хаву го дель лу кейну. И, наверное, заканчивается данный урок, лири фо шлемуре, слаха вихон нимшель, хадас ватагу, вихон лисреэль.